Предсказано уничтожение сибирского леса через 15 лет. Какой-то директор института имени Сукачёва Александр Анучин. Хороший институт имени Сукачёва. Надеюсь, не Гаррика. Но вообще институт леса имени Сукачёва. Браво! Это прям как будто специально придумано. Так вот он сказал, что через 15 лет там всё, леса не будет. Пожары, вырубки, вредители. Ну, главные вредители в сибирских лесах. Понятно, кто? Путин, который отдал всё китайцам. И он 15 лет много дал. Какие 15 лет? Нам же сказали чётко. Премьер-министр Китая, когда приезжал, помните, в Россию. Или Ци Цзиньпинь был. Я это вроде премьер был. Да, премьер тогда в Владивостоке. Он сказал, что в Китае самый работящий народ. Вот видите, этот работящий народ попилит быстрее, чем за 15. лет. Причём парадоксальная ситуация. Я видел, как работает машина, которую китайцы используют для вырубки леса. Это там не люди с топорами. Это машина, которая сразу продукцию выпускает. Вообще доску сразу делает. То есть, срубает всё. Распускает всё. Доска уже необрезная. В любом случае это обалдеть. То есть, народ получается самый работящий. И самый роботящий. Я думаю, сейчас слово тоже такое придёт. Роботящий. Да, от слова. Работать уже с машинами, с роботами. Там такой машиной можно всю тайгу вырубить. Я не знаю. Но если не за день, то за полтора. И уборщиков улиц в Китае заставили носить умные браслеты. Вот тоже роботящие. То есть, они убирают улицу. Если вдруг он там где-то прикорнул, этот браслет начинает сигнализировать, что чувак не двигается 20 минут. А раз не двигается 20 минут, ну, не знаю, что он делает. Может, током бьёт. Ещё этот к браслету прицепили. Шокер. Всё. Побежал работать. Классно, что я могу сказать. Насчёт работящего народа. А вот в Пенде вскрылся афёра такая. Титановые протезы. Помните, нам рассказывали. Я даже как-то сомневался. Помните, говорил об этом, что там запустили совместное производство титановых протезов. Которые супер-пупер. Оказалось, что ничего ни хера не запустили, что там просто переупаковывают. То есть, присылают протезы из Китая, переупаковывают, чтобы не платить ни пошлин, никаких, ни налогов, ничего. И, кроме всего прочего, российские стоят дороже. Когда у них упаковка российская, они, естественно, дороже, чем китайские. И эти через фонд обязательного медицинского страхования сбывают легче. Это поддержка отечественного производителя. Работящий – это на украинском языке. Вот видите, какие украинцы продуманные. Даже здесь они опередили. Работящий. Так оно и будет. Так оно и будет. Ну да, по-украински жаробить, да. Заробить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...